Обстановка на линии соприкосновения остается очень напряженной. На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, различные типы гранатометов и стрелкового оружия. По районам 11 населенного пункта было упущено два артиллерийные снаряда калибром 122 и 152 мм, 118 мин калибром 120 и 82 мм. На Мариупольском направлении подразделения вооруженных сил Украины по районам 5 населенного пункта выпустили 95 мин калибром 120 и 82 мм. На Горловском направлении противник обстрелял район трех населенных пунктов из различных типов гранатометов и стрелкового оружия. Всего за прошедшие сутки было зафиксировано 47 нарушений режима прекращения огня с позиции вооруженных сил Украины. Сегодня с 7 часов утра до 8 часов каратели вооруженных сил Украины под руководством заместителя командира 1-го горно-пехотного батальона 128-го горно-пехотной бригады майора Шевченко производили минометный обстрел улиц населенного Путазайцева, по которым дети двигали в школу. Обстрел ввелся с применением 82-мм миномета, было выпущено 5 мин. По счастливой случайности, а также благодаря умелым действиям детей, которые с началом обстрела сразу же укрыли за близлежащими зданиями, никто не пострадал. Данные факты говорят, что украинские каратели не просто обстреливают жилые районы населенных пунктов нашей республики, а ведут охоту на наших детей. Это террористическая суть украинской армии, воюющей против жителей Донбасса. Кроме того, чтобы оправдать преступные действия вооруженных сил Украины и попытаться сохранить лицо на минских переговорах, украинские власти распространяют лживые сообщения об обстрелах вооруженными силами нашей республики территории, подконтрольной силовиками Украины, что не соответствует действительности. Данные заявления делаются накануне переговоров в Минске и являются провокацией против республики. Военных преступников из вооруженных сил Украины и карательных батальонов окравляют лживые заявления действующей власти, в том числе о безнаказанности их преступлений. Так, обстрел с использованием 1282-мм минометов, проведенный вчера в 16 часов 30 минут по населению Пута-Безымена, проводился под личным руководством командира 11-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады Федченко. При этом, как стало известно нашей разведке, начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 11-го отдельного мотопехотного батальона этой же 59-й бригады майор солдатов продает оружие и боеприпасы в националистический батальон «Арата», дислоцированный в Мариуполе. Пользуясь служебным положением и прикрываясь проводимыми обстрелами, солдатов списывают боеприпасы к минометам и стрелкам вооружения в количествах, превосходящих использованных при обстрелах, а также, находясь в сговоре с командиром батальона, списывают автоматы и пулеметы, якобы уничтоженные в результате обстрелов со стороны нашей республики. По нашим данным, у националистических подразделений, чья поддержка и прикрытие со стороны МВД Украины явно снизилась в последнее время, такой способ получения оружия и боеприпасов остается единственным возможным. По нашим данным, такая практика действует не только в 59-м бригаде, но и в других подразделениях к соединению ВСУ, находящихся в зоне АТО. Кроме этого, по нашим данным, в зоне так называемого АТО усилили работу подразделений 71-го мобильного центра радиоэлектронной разведки. При этом, вопреки своему признанно значению, разведка они не ведут, а занимаются элементарной слежкой за местным населением, находящимся очень далеко от линии соприкосновения. Материалы мониторенного радиоэфира сливаются представителям СБУ, чтобы на их основе потом проводить задержание.